доброе утро страна это все видите чем собирая чемодан я самый неудачный собиратель чемодан фильме чемодан собирать мне осталось положить мои косметички так давайте соберем косметичку правильное дело что я беру с собой я заберу с собой две кисти для рассыпчатого тональника этот рассыпчатый тональник мой бронзер который же поют наверху почти заканчивается самое время закончить потом румяна blush baby заканчивается от арт эти маленькие румяшки тоже большая дырка так кисть рифа на 5 есть эту кисть и тушь для ресниц с эту духе у меня где-то там есть навалила навалил по навалил отсюда не умею чемодан собирать так что за не актуально это в том чем я плечу вода и вот с этой сумкой я плечу приготовила же все там документы метки кошелечки от фурла шикардосные там еще есть несколько косметичек все самое такое необходимое сюда капли для носа от головной боли так что еще но вроде все боже не знаю да пошла и мыться и сейчас с вами будем заезжать в новый туннель который построили недавно я по дороге в аэропорт уже и это на севере израиля около города в окна Мы выезжаем, и вот мы таким образом проехали все главные перекрестки больших дорог города Йок-На-Ам. И сейчас мы выезжаем на самую быструю, ну не совсем быструю, на большую платную дорогу в Израиле, шестая. И сейчас у нас тут, как сказать, контрольная, проверяют машины. О, какая очередь, чуть-чуть, только большая очередь, да. Ну, в общем, ладно, я стою, меня сейчас встречают забирать по Шиду обратно в Кивуц. Я стою сама, одиношенька. Я приехала, помните, я вам говорила про свою сумку, которая одевается на чемодан? Вот это очень удобно, чтобы вы знали. Так, переходим. Мы в аэропорту наверху на третьем этаже. Это отлеты. Вот это вещь. Куда-то мне идти нужно, куда не понимаю, чего. А, вон сюда. Мечтать мне только о дютифри. Я просидела, простояла в очереди полтора часа. Там просто такой дрэк творится. Никто не подготовлен, то, что заявлять на сайте Минздрава Израиля при вылете нужно. Никто не знает, где же еще здесь очередь. Никакого дютифри я не успею. Я все прошла, ура. Прямо хочется. Не знаю, что-то вам снимать. Сейчас пошли в дютифри, у нас есть 20 минут. И сейчас буду звонить детям вообще-то. Немножко нашего аэропорта и пальмочек. Ох, тут так хорошо, свободно. Не представляете. Ну что ж, пойдем на месте. Секунду. Я постою. Постою на одном месте. Удохну немножко. Полтора часа простоять в этих очередях. После того, как я простояла... Охрана. Нет, не охрана. Как это говорится. Безопасность. Шло очень долго. И потом сам чек-ин. У меня очень большой чемодан. Тоже шло очень долго. Кто из вас понял, не понял? Я лечу в Ригу. Я лечу сама, без детей. Соответственно, из-за всего ковида. Я это говорила, не говорила. Я же не помню, что говорила. Простите меня. Нессер остался с детьми. Я лечу ровно на неделю. А у нас очень много дел там. В связи с тем, что от мамы не стало. Нужно очень много дел делать. Израильский дютифри. Дюти, дюти, дютифри. Народу много. Короче, ковид у нас не чувствуется. Никаким образом. Все стояли в одной большой куче дистанции. Никто не сохранял. Но все в масках. И постоянно это тут долдычит, что нужно сидеть в масках. Много акаю. Простите. В Израиле есть корнер бенефит. Оля, тебе нужен карандаш? Так, тут духи, духи, духи. Тут есть много духов, которых нет в обыкновенных магазинах. Мне нужен кло... Мне нужен калорант. И очень много народу так. О, Диор. Первые покупочки есть. Мы с вами продолжаем. Мне нужна клиника. В Израиле появился ритуал. Давайте понюхаем. Ох. Много чего здесь появилось. Очень-очень много. С этими масками ничего не понять. Ничего не нюхается. Ничего не понимаю. И у меня осталось 10 минут. Я хотела... Я хочу бай... Байредо духи и Джо Малон. Но здесь этого нету, кажется. Есть тут много духов новых, кстати, от Шанель. А я пришла к стенду, где есть море-море маленьких мини. И... Прикольно. Вот это вот мне неинтересно. 4 плюс 1. Мне что-то надо. Нет, наверное. Глаза разбегаются. Что-то хочется. У нас даже в Оксетане есть тут скидочка 50%. Чего бы не купить travel такой вот. И ноги, и руки. Кричит, кто-то говорил, посадка в... Ой, это наша очередь там стоит. О, господи. Совсем мне не хочется в очереди стоять. Хочется попить кофе. Где бы достать кофе? Ну что, расслабан. Пока с этим ждем. Там такая очередь все стоят. А, нет, все, пошли. Нет, сейчас стоят. Ну вот, в общем, короче, опоздание на миллион лет. Ладно, фиг с ним. Я сняла маску, потому что просто невыносимо сидеть с ней. Это просто невыносимо. И жарко, и душно. И постоянно нужно говорить что-то. И спрашивать тебя что-то. И в кассе, и там, и тут. Хочу кофе. Хочу большую кружку кофе. Но я бы, что у меня в самолет не впустятся с кофе. Я не знаю. Я бы взяла. Ну, просто в самолете дребедень пить. Ну ладно. На разок можно. Ну что. Все, что хотела, в детюфе купила. У меня теперь осталось вышлисти духи. Две пары. Все. Детям ничего не купила. Такой же ажиотаж. Детей куча. Людей. Море. Взрыв мозга. После моей деревенской жизни. Это просто взрыв мозга. Мы с вами уже идем на посадочку. Посадочку в самолет. Я сижу. Ух. У нас с нами команда Rugby Israel. Интересно, куда они летят? В Латвию или куда-то дальше? Мне кажется, нет. Не в Латвию. Какой Rugby Латвия? Я сижу у окошка ради вас. Для того, чтобы пофотографировать. Потому что я ненавижу сидеть около окна. Я люблю сидеть около прохода. Смотрите, тут жилой район. Прямо около взлетной полосы. Поэтому, по-моему, в Рейдрайле сейчас, в пяти ночи. Могу ошибаться, поправьте меня. Нельзя взлетать. По-моему, это жесть жить прямо так на взлетной полосе. Я не вижу, чтобы там была какая-то стенка, которая как бы шума стена. Ну, что вам показать? Мой обед. Томатный сок, кофе. И бутерброд с лососем. Мой ужин, обед. Я даже не знаю, сколько времени. У меня сейчас закончится батарея на телефоне. Короче, весело. Мы почти приземляемся от Средиземного моря к Балтийскому. Мы прилетели. Рига нас встречает дождиком. Сейчас ночью. Доброе утро. Да, иду сейчас допивать. Спокойной ночи. Ох, ну и жарко у вас в вашей риге. Доброе утро. Красивый дом построили. Такого у вас здесь раньше не было. У нас дом попроще. Такой пятиэтажный, обыкновенный. Хотите посмотреть на мою фейс у лица? Вот так вот это укидет сама в утром. Доброе утро. Доброе утро страна еще раз. Ну что, я посмотрела, что я вам в чан снимала 10 минут. Ну, продолжим сегодня еще этот вложек. Мы уже идем по делам. Будет наш дом. Симпатичный, не симпатичный. Мы находимся в районе, около порта. Достаточно в центре города. И мы ждем такси. Я заказала на Яндекс.Такси. Первый раз в жизни. Посмотрим, как это работает. Кстати, давно не видел мою виду. Пока мы здесь стоим и ждем, покажу вам немножечко. Мы по ту сторону реки Тарика Таугова. Там вот старый город. Все тут очень красиво. Это мы в банке. Ждем нашу очередь. Ну что, мы закончили часть наших дел. Тут сильный ветер, мне холодно, я задубела. О боже, привет. Красота. Красиво здесь с этой стороны. Берег. Такая вот высокая Таня. Ох, и латуши, латуши. Сложно с вами? Мы зашли в магазин Flying Tiger. Ой, какая милая корзиночка. Какая милота. Вау. Сейчас девкам с вами все, какие-то ребяты, я не набегу. Набегу, наберу. Слушайте, это классно, что такое, играться с песком. Я возьму такое. База, какая прелесть. Кормушка для птичек. Ой, какая прелесть. Такой час, он за нами идет и говорит с нами в микрофон. Он действительно за нами идет? Он кого-то слушает. Что это такое? А кто с ним едет? А-а-а, интересный дедуля развлекается. Пока мы идем. Мы идем искать пельменную, Саша, нам туда. Хок. Хок-хок. Жалко, что все внутри закрыто. Ой, там тоже смотрится какая-то интересная изнутри. Все внутри закрыто. Маленькие улочки. Хорики. Очень много ресторанчиков, в которых внутри сидишь. Они закрыты. Можно сидеть только на улице. Welcome to Baker Street. В фильме. В российском, в русском, в ссссрском. Саша, в сссрском, нет? В каком? В сссрском? В советском. В фильме про Шерек Холмса снимался фильм. Знаменитый мяу-кис. Ну что, хоть себя покажу чуть-чуть. Вот я не знаю. Подойдем. Саша, как называется речка? Городской канал. Городской канал, к вашему вниманию. Смешной. Кто не знает, кто такой Саша, я вам расскажу потом. Это опера. И там танцует балет. И там танцует балет.